Я не побоюсь такого слова чудо-отворной, икона Божьей Матери Твоей Ручицы. Вот она стоит. Как получилось, что она появилась в этом храме? Я в этом храме с конца 2002 года. До этого я начинал свою службу в Юрьевском районе. И как-то ко мне подъезжает один из местных фермеров, подходит ко мне и говорит, «Батюшка, я хочу вам сделать подарок». И рассказывает такую историю. У его матери во дворе был погреб. И как щитом, каким-то большим, говорит, таким крупным щитом, закрывала как крышка этот погреб в земле. А говорит, когда же я поднял этот щит, он был весь в грязи, был весь в мусоре, в этих листьях капусты, морковки. Говорит, увидел, что какая-то там икона мелькнула. Я ее очистил и увидел, что это Богородица. Решил поднять все документы, узнать, что же это за икона. Поехал в Юрьевку, там начал копать в архивах и тому подобное. Оказалось, это одна из пяти списков чудотворных икон, потерянных в конце XIX века в Екатеринславской глубине. Это копии, не вторые, не третьи. То есть бывает копия на копию. Это именно список тех чудотворных икон, которые хранятся на данный момент на Афоне. Все рассказали, что это вот такая вот икона, ого-го-го, древняя и тому подобное. Какие мысли у него зародились, и тем более он той верующей не был сразу, у него начали у Ливла закрутиться, долларовый знак и тому подобное. Выставили ее на аукцион через интернет. И они уже готовили документы на вывоз ее в Россию. Уже будучи в Днепропетровске на вокзале, со своим напарником, другом, решили покупать билеты. У них такое сомнение начало краска. Наживаться на таких вещах, оно до добра никогда никого не доводило. Пошли они, на всякий случай, в Троицкий собор, в Днепропетровский. Решили предложить там настоятелю эту икону. Настоятель сказал бы, я бы ее, в принципе, купил. Во-первых, денег таких нет, во-вторых, такие вещи либо дарятся, но ни в коем случае не покупаются, не продаются. А греха потом, говорит, не оберешься. И вот они чухали-чухали ПТВ, что с ней делать, как с ней быть, и отдавать жалко. Вернулись они назад. И вот он мне пригодил, говорит, я дарю вам. Но с одним условием. Куда бы вы ни шли, на какой приход вам в будущем, вы вас не переводили, эта икона должна следовать за вами. Ну, тогда я еще служил в Юрьевском районе, и потихонечку мы начали перед этой иконой служить Акафистой Малевной. И вот тогда проявились первые ее чудеса. Причем, реально вам, дорогие мои, говорю, это чудеса были, потому что у Бога случайности не бывает. Те люди, которые, когда мы во время молитвы стояли перед ним, видели, как она плачет, у тех буквально в ближайшую неделю случалось какое-то горе. Но случайностью это не бывает. Но были люди, которые видели, как она улыбается во время службы. У тех наоборот. Опять же, не случайно, потому что таких можно много насчитать, и пальцев рук не хватит. Те, видели, которые улыбались, наконец-то, после пяти лет упорных трудов в поисках работы, наконец-то сын нашел работу хорошую. У второго семья, которая была на грани развода, сохранилась. У третьего человека невестка, после многих-многих лет потраченных денег, потому что не могла забеременеть, наконец-то родился. Внук получается, у моей прихожанки. Где-то в начале 2004 года произошел в Уславе такой вот случай. На Рождество девочка у нас в Уславе с парнем ехала на мотоцикле, там в центре. Там, где школа, сельсовет, клуб, контора. И тоже произошла авария, ДТП. Причем настолько страшной, серьезной ДТП, что хлопец не выжил, а девочка попала в нашу четвертую горбольницу с большой, серьезной травмой. Готовьтесь, мы ничего сделать не можем. Мама здесь простояла на коленях перед элликоном практически трое суток. Что же вы думаете? На удивление, врачи, девочка вышла из комы, закончила, научилась в Бауславской школе, закончила школу, поступила, закончила ДГУ, у меня тут венчалась, у меня, потом я крестил ее ребенка, изредка заходит в краб, долго стоит перед этой иконой, потому что практически она вытянула ее с того сета. Когда я ее только привез, буквально через месяц, люди мне потом в панике звонили, говорят, батюшка, мы видели, какая-то белая женщина запутанная, ходила по улице, там, где ваша маршрутка стоит, там, по боксу и храм. Когда я ее в Благородицу привез, она очень многим людям помогала и помогает. Люди приезжали разные, начиная от самых простых и заканчивая некоторыми, которые в госполкоме работают. Продолжение следует...